Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами пустые баночки, все то, что закончилось в этом сезоне, этой зимой, декоративная косметика, прилично всего и уход. Расскажу, что понравилось, что нет, что куплю повторно, а что так и останется стоять на полке. Первое, что мне попадается под руку, это одно из самых моих любимых средств от бренда MAC, консилер или даже можно сказать корректор из линейки Pro Long. Оттенок, который больше всего подходит мне именно зимой, NW20. На лето я так и не смогла выбрать для себя самый подходящий именно онлайн, нужно как-то отправиться в салон и обязательно это сделать, потому что это немножечко призабытое средство, оно супер стойкое, все еще чудесное, оно не настолько сушащее, как Shape Tape и очень универсальное, потому что его можно использовать как под глаза, так и для маскировки каких-то несовершенств на лице. Но техника применения у меня несколько разная для той или иной области на лице. Когда я наношу его под глаза, то под него обязательно кладу какой-то более увлажняющий или даже питательный крем. Если вам недостаточно пигментации, то можете спокойно наслоить. Я всегда стараюсь растушевать его спонжем, чтобы убрать лишнее. Фиксируешь прозрачной пудрой, он будет держаться весь день или даже всю ночь, если вам это необходимо. Если хотите перекрыть постакне или пигментацию, что-то, что вас смущает, какое-то пятнышко, тогда прям не жалейте его. Наносим плотным слоем, даем ему застыть буквально несколько минут, растушевываем опять же спонжем и растягиваем края, чтобы это не было вот такое пятно какой-то замазки. Просто аккуратненько все растяните, втушуйте в тональный крем. Я несколько раз показывала, как это делаю, потому что это средство со мной уже на протяжении пяти, а то и шести лет. И, конечно же, я купила себе новое. И еще один момент, его на очень-очень долго хватает, так что это очень адекватная цена за такой большой объем. Не поверите, у меня закончился даже не один бронзер, а целых два. Напишите, какими светлыми, такими естественными бронзерами, не рыжими пользуетесь вы, потому что я сейчас нахожусь в поиске чего-то свежего, но рука так и тянется купить своих постоянных любимцев. В руках у меня Бекка, практически пустая упаковка, но здесь только по краям и уже ничего путнего из этого не получается. Это очень естественный, не рыжий такой, по-настоящему нейтральный оттенок, который очень красиво будет выглядеть на светленьких девочках. У меня оттенок Bali Sense, и в принципе я наносила его в любое время года, даже когда была более загорелой. Он наслаивается, и он слегка сияющий, но это не блестки на нашем лице. Это такая текстура, которая как бы запеченная, и она очень здорово растушевывается без каких-то пятен, наносится легко и просто, и не подчеркивает какие-то неровности на лице, потому что бывают сияшки, которые наоборот как бы подсвечивают каждую неровность, и так и говорят, алло, здесь закрытые комедоны. Нет, это совершенно другая история, это настолько естественно, что можно прям поверить в то, что вы по-настоящему слегка подзагорели. И это все-таки бронзер, то есть это не скульптурирующее средство, но тем не менее он делает лицо настолько свежим, отдохнувшим, это прям настоящая любовь. И кстати, я бы хотела попробовать Hourglass, но к сожалению у нас продаются прям очень рыжие оттенки. И если вы знаете, где и какой цвет можно приобрести онлайн, только не в польской Sephora, то подскажите мне, потому что мне очень нравятся запеченные пудры Hourglass. У меня так и не получилось подобрать нужный для себя цвет, все они какие-то такие кирпичные на мне, так что жду ваших подсказок. Ну а если ищите хороший бронзер для светленьких, то вот один из них. Так, это был очищающий крем для лица от марки Lumine для сухой кожи. То ли в начале прошлого года, то ли даже в конце позапрошлого 2019, Lumine запустили целую категорию очищающих средств. Там были разные продукты для разных типов кожи и мне присылали, ну наверное практически все. То, что мне не подошло по типу кожи, я раздала подружкам, что-то отдала своему мужу, ну с удовольствием допользовала до конца, например, вот этот крем. Он имеет очень приятную, точнее имел уже в моем случае, приятную, нежную, слегка кремовую текстуру, не оставлял после себя чего-то неприятного. Это отличный вариант для утреннего умывания. Я не пробовала смывать им косметику и средство не пенится, приятно, ненавязчиво пахнет и, конечно же, не пересушивает кожу, это самое главное. Поэтому, согласно с тем, что они обещают, еще написано, что 94% ингредиентов натурального происхождения, я им верю, если еще где-то достанете со скидкой, то однозначно советую взять на пробу. Также подошел к концу восстанавливающий крем, просто так и называется. Вот такая небольшая упаковка, всего 30 мл. И когда он ко мне приехал, я так, что, почему так мало? У него очень густая текстура, и у меня такое впечатление, что я наносила его больше, чем необходимо, поэтому он у меня улетел вот так в два счета. Я даже глазом не моргнула, как увидела пустую упаковку, но здесь все прям очень скромно, аж чересчур. То есть такая пластиковая упаковка, это похоже на какой-то тестер, пробник, не знаю, миниатюру. Но упаковка, это одно дело, главное то, что он здорово работал поверх каких-то кислотных сывороток, после ретинола, например. И даже под макияж я умудрялась им пользоваться в холодное время, когда были морозы, когда был ветер. Был, я так говорю, типа сейчас что-то изменилось, у меня тут то же самое происходит и сейчас, но он у меня закончился. Он свои задания выполняет. Хорошее средство, но как бы могло бы быть его и больше, и упаковка могла бы быть покрасивее. Я не придираюсь, вот прям серьезно, это очень дешево. И да, он все-таки больше для сухой кожи, для той, которой не хватает вот прям защиты, или же после кислотных пилингов, после каких-то косметологических процедур, которые вы делаете у профессионалов, или же сами дома. Живительная вода с минералами от бренда Амаровица. И это очень-очень странно, потому что раньше, когда я пользовалась этим средством, я как-то вот не испытывала особых восторгов, я не видела какого-то действия. Потом у нас вдруг произошла любовь, да такая, что я выпшикала буквально сразу целую бутылку, наносила и под макияж, и во время макияжа, и после макияжа, и в течение дня, и вечером, вместо тоника. И вы знаете, во-первых, здесь очень крутой распылитель. Более мелкого распылителя, как облачко, я не встречала ни у одного производителя. Несколько раз эта бутылка пыталась у меня вывалиться из рук, возможно, это я такая криворукая, тут как бы претензии не ко мне, но это стекло, и я всегда побаивалась, только не на раковину, только, пожалуйста, дружочек, не падай на раковину. Как-то вот не хотела сделать ремонт раньше времени, но в целом это средство вот как-то очень хорошо влияет на кожу, то есть и не раздражает, и не перегружает, и дает увлажнение, и очень хорошо успокаивает. И к нему невероятно часто истянулась рука, и я помню, что это средство попадалось мне много раз в каких-то там боксах, в основном из лукфантастик. Я очень часто его отдавала, потому что не проникалась. И тут сижу и думаю, ну и зачем ты пораздавала все, это же настолько круто, это очень универсальная вещь. Да, это дорогой уход венгерского производства, но если вам где-то попадется с хорошей скидкой, то возьмите на пробу, возможно, он станет для вас абсолютным мастхевом, и в определенный момент я даже вот, знаете, не пользовалась мак, спреем, другими, потому что они как-то вот сильно прям увлажняли чересчур, особенно в теплое время года, этим так пш-пш-пш и макияж выглядит более естественно, и при этом какие-то уходовые свойства. Так что, да, понравилось, и, пожалуй, тоже дождусь скидок и куплю себе новую баночку. Это супер странное средство от бренда Belinda, я сейчас заканчиваю знакомиться с их линейкой с витамином С, и уже точно будет обзор. Это, как они говорят, масло для душа, масло для ванной, из линейки Super Skin Diet с алоэ вера, также с экстрактом киви, очень легкая текстура, которая слабо пенится, масло я также не заметила как такового, пользовалась, просто наносила на тело и на губку по-разному, увлажнения нет, очень легкая отдушка, при том, что я, в принципе, предпочитаю не сильно ароматизированные средства, но бренд Belinda, он всегда не жалеет разных отдушек, особенно в уходе, а здесь все было не до, так что нет, допользовала так, как потратилась, но вновь покупать не стану. После последнего шоппинг-влога многие интересовались, каким автозагаром я пользуюсь для тела. Во-первых, я не продвинутый пользователь, это раз, во-вторых, я светлая, как вы видите, сейчас я не на автозагаренная, а в-третьих, я довольно ленивая, поэтому не всегда у меня есть желание и вообще силы даже вечером что-то там ровно распределять, но мне нравится легкий оттенок загара, при этом не рыжий. И я выбрала для себя такую золотую середину, когда я знаю, что я буду оголять свое суперсветлое тело, у меня кожа тонкая, поэтому просвечиваются все венки, натуральная блондинка, это вообще частое явление на таких светлокожих, светловолосых девчонках, также молодых людях. Поэтому я чаще всего использую, когда мне хочется, чуть-чуть неестественным образом подзагореть, наношу, в общем, такие легкие бальзамы. Это у меня Everline из линейки Brazilian Body. Это не первая упаковка, он очень просто наносится, никогда не полосит, ровно смывается. Я не похожа на буренку через несколько дней. Конечно же, он не держится супер долго, это всего несколько дней, когда я прям сильно соскучусь по солнцу, тогда наношу этот бальзам, и с ним все нормально. И, кстати, он, естественно, выглядит на коже, и не слишком интенсивно воняет. Потому что бывают такие автозагары, которые заставляют тебя ощущать курицей гриль, которую сильно поджарили, и с ней что-то нужно сделать, и потом сама с собой не выдерживаешь. Здесь такой ситуации нет. И также он не пачкает постельное белье. Поэтому у меня уже новая упаковка. И да, приятная штука, при этом еще и увлажняет кожу. К сожалению, не смогла я пользоваться гелем маслянистым от бренда REN. Это и очищающий бальзам, и домакияж он должен делать, и увлажнять кожу. И это такая жирная жижа, которая не очень приятно распределяется по лицу. В основном такие всякие гидрофильные бальзамы, масла ты наносишь на макияж, на сухое лицо, и потом только это все смываешь. Он не сильно эмульгирует, и как-то тяжело его смыть. Я очень люблю и уважаю марку REN. У меня есть мои по-настоящему горячо любимые продукты, но это, к сожалению, не один из них. И, возможно, дамы-подружки. Может, он ей понравится, и он еще и не смывает макияж. Не поняла, недооценила и нет. Пенка для умывания из фаворитов года от Andalou Naturals с кокосовой водой для любого типа кожи. На любой сезон она не сушит и удаляет макияж. Для утреннего применения также годится, но она как бы досмывает макияж, например, после гидрофильного масла и не жжет глаза. Коротко, ясно, обожаю. Понятия не имею, откуда у меня этот крем для рук. Это бренд CVR из линейки Цикавит. Восстанавливающий крем, который я чаще всего наносила на ночь. В принципе, окей. Он такой жирненький, довольно плотный, но у меня хорошо впитывался. У меня супер сухая кожа рук всю зиму, поэтому я массово расходую кремы для рук и даже не всегда успеваю оставлять пустые баночки. В целом, неплохое средство. Скорее всего, этот бренд представлен в аптеках, насколько я помню. Но вот прям гоняться за ним я не буду. Витаминная база от Bobby Brown. Мне очень жаль, что мне приходится выбросить практически полную вот такую миниатюру. Я отодвинула ее в сторону по нескольким причинам. Иногда я наносила ее, мне очень нравилось, насколько она питала, восстанавливала, подсвечивала кожу. И в самом деле на нее лучше наносится макияж. Мне кажется, это даже не просто база, а вполне себе полноценный уход. Но у меня есть такая индивидуальная реакция. Это всегда нужно учитывать при выборе любого средства. Кому-то подходит, кому-то нет. Но я все-таки говорю здесь о своих каких-то впечатлениях, поэтому должна озвучить. В большинстве случаев все было хорошо. И макияж на нее вот хорошо ложился. В течение дня было очень комфортно, приятно. Но иногда, так как у меня очистительная кожа, но не всегда. Я не знаю, от чего это зависит. Я мазалась вот этой базой, и она вызывала у меня красноту и покалывание. Я не смогла определить, от чего это зависит. То есть не после кислотных пилингов я ее не наносила. Ничего вот сверхъестественного не было с моей кожей. То есть все как обычно, все было нормально. Мажусь базой, бах, красное лицо. Поэтому я отодвинула ее вот так немножечко вбок. И, к сожалению, сейчас она имеет неприятный запах. Вот такая у нас с ней неприятная история. Но опять же, это какие-то мои личные особенности. Большинство людей и визажисты ее просто обожают и боготворят. Это небюджетное средство. Если вы хотели его приобрести, то советую поискать какую-то миниатюру или взять где-то пробник, чтобы вы тоже имели представление, что это и с чем его едят. Есть у меня еще две таких пустых баночки, которые я приберегу для фаворитов из iHerb. Очень понравился мне бренд Nubian Heritage. Это был гель с кокосом и с папайей. Гель для душа. И также шампунь от бренда Sukin. Об этом подробнее в другом ролике. Такая болтушка от прыщей от Mario Badesc. У меня получился довольно быстрый расход, потому что я макала туда каждый раз ватную палочку и большая часть впитывалась в саму вату, нежели попадала на кожу. И один раз она у меня чуть-чуть пролилась. Но вообще это замечательная штука для подсушивания прыщей, для того, чтобы как-то это все успокоить, заживить и поскорее избавиться от прыщей. Вот и все. Не помню, что здесь было в составе помимо цинка, но это точно работает. Поэтому, когда буду в Дугласе, у нас именно там представлена эта марка, приобрету новую. В принципе, здесь довольно большой объем, и так хватило на очень-очень долго. Опять же, от прыщей. Маска с кислотами от бренда Glam Glow. Вот такая беленькая. Когда-то я ей пользовалась очень часто, и сейчас вот у меня уже закончилась последняя упаковка. всегда был бэкап, что-то запасное. И она стояла так долго, то есть я реже ее пользовалась сейчас, чем обычно, и она подсохла. Здесь буквально остатки. Она самая термоядерная, но при этом самая рабочая. Я не всегда давала ей прям сильно засохнуть, потому что потом мою кожу очень долго и нудно нужно было восстанавливать. Но это то, что помогает избавиться от каких-то неприятностей, которые вылезают, и очень часто я наносила ее прям не на все лицо, а только на какие-то зоны, например, которые подвержены прыщам, или там, где большое количество просто намазывала, остальные части оставляла без этой маски, потому что у меня очень редко, например, прыщи бывают на носу, вот здесь. В основном это или вот эта зона, или когда я что-то не то съем, или с пищеварением, то тогда на лбу. Ну а так, да, хорошая. Если вы еще не знакомы с ней, у вас проблемная кожа, очень жирная, то, конечно, да. И когда-то у меня еще была такая же маска, только в тюбике. И слушайте, это гораздо удобнее. И это одно из средств Glam Glow, которые я боготворю. Вот правда, это мега-бомба, еще увлажняющая. Вот увлажняющую надо бы перекупить. Они часто у нас бывают по хорошей цене в Сифоре, например. Или онлайн всегда можно найти дешевле. Так, что это у нас такое? Марка Antipodis. Это натуральный бренд с хорошими составами. Масло шиповника и масло авокадо. Это масло имело такой специфический аромат, мягко говоря. Как и все вот средства, или в принципе натуральное масло шиповника, оно немножко попахивает рыбой. Но я использовала его тогда, когда у меня действительно была проблемная кожа. Я ее еще пересушила разными там штуками от прыщей. Я уже не знала, чем спасаться. Тогда мазалась этим маслом. Действительно, как бы это странно ни звучало, но на жирной коже, на проблемной, очень хорошо проявляет себя именно масло шиповника. А масло авокадо, оно тоже универсальное, оно не забывает поры. И оно даже полегче, чем масло шиповника. Я очень люблю его и в готовке, в салатах. Не такое, а именно пищевое. А в ходовой косметике я тоже всегда только зам. Масло авокадо в составе. Помимо этого, я также использовала эту вещь на руки. Когда у меня была аллергия, и нужно было мазаться такими лечебными мазями, которые еще и подсушивали, мне говорили, чтобы я выбирала что-то такое, знаете, очень лайтовое для увлажнения. И вот знаете, на это масло у меня не было никакой реакции. И вот оно прям в определенный момент очень сильно меня выручило. Несмотря на странную отдушку, я допользовала до конца. Но скажу сразу, что аромат понравится далеко не всем. Целых 4 туши от марки Эвелайн. Но я все это израсходовала не за последнюю зиму, просто в последних пустых баночках, или даже в предпоследних. Я не успела, или просто уже очень устала от съемки, и не стала говорить о других тушах. В общем, здесь три моих самых любимых туши от этого бренда. И четвертая, вот честно говоря, как-то не отложилась в памяти. Скорее всего, это было что-то довольно посредственное. Объемная тушь, подкручивающая вот такая черная. У нее силиконовая щеточка, но вот другие почему-то работают на мне лучше. Конечно же, это Варите. Она дает такие ресницы, как сейчас на мне. Я накрашена базой Вариты и тушью. Сегодня именно у нее классная силиконовая щеточка. Немного напоминает Кабаре, но все-таки они отличаются. И по эффекту она дает больше удлинения и больше объема. Вот эта желтая тушь когда-то была моим фаворитом. Я однозначно к одной из них вернусь, и не раз. У нее тоже силиконовая щеточка, уже побольше, чем предыдущая. И она больше придает объема, не столько длины, но она стойкая. И вообще, вот эта тушь много раз была на всяких там торжествах со мной и так далее. Она прям крутая. И таких бюджетных тушей мне хватает где-то на полтора месяца. Мне кажется, за такую цену это окей. А если еще и купить на распродаже у нас 50% скидка, то это буквально даром. И одна из самых старых моих любимцев, это вот такая Volume Celebrities называется. У нее, опять же, силиконовая щеточка. Люблю такие. Есть исключение, когда мне нравится классическая. Но это прям должно быть что-то вау. Мне просто, просто, просто проще с вот такими. Она уже больше напоминает песочные часы. И она дает чуть меньше объема на супер удлинение, разделение. Все вот три туши, которые я назвала своими фаворитами, они очень хорошо фиксируют реснички, раскладывают их веером и прям такие кукольные. Все, как я люблю. Салфетки для демакияжа от Уриар с термальной водой. Мне их надолго хватило, при том, что я часто ими пользовалась где-то в конце лета, в начале осени, когда еще постоянно нужно было обновлять фильтр. То есть, ты смываешь с себя один слой и наносишь новый. И после этих салфеток мое лицо меня не ненавидело. То есть, оно не было таким очень красным, разъяренным, а довольно спокойным. И даже с макияжем они неплохо справляются. Они хорошо пропитаны, они не высыхали до конца. Поэтому буду в аптеке, нужно купить новые. Целых 4 вот таких маленьких сыворотки от SkinCeuticals, но это не за эту зиму, а в принципе даже за целый прошлый год. Здесь по 15 миллилитров. И некоторые из них у меня очень быстро израсходовались. Я не жалела на себя вот такой увлажняющей сыворотки с витамином В5. Она успокаивает кожу, увлажняет и довольно универсальная. Но я поняла, что на мне еще лучше работает и зеленая успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи. Потому что она и снимает покраснение, хорошо принимается чувствительной кожей, конечно же, и еще увлажняет. Это просто увлажнение. Гиалуронка по большей части, она у меня хорошо впитывается и не оставляет после себя липкого слуха. Или сухости. Потому что некоторые сыворотки то сушат, то наоборот липнут. Это вот хорошая вещь, но стоит, блин, дорого. Следующая, флоретин. Это очень-очень хорошая сыворотка для проблемной кожи, для тех, кому нужно выровнять как-то оттенок. Это флоретин. Я рассказывала о ней более подробно. Здесь, собственно, флоретин, фируловая кислота и 10% аскорбиновой кислоты. Это дорого. Но это то, да, что стоит копить. Это вот как раз тот случай. Также сыворотка 10 со аскорбиновой кислотой и фируловой кислотой для стабилизации витамина С. И вот тут я могу сказать, что я не заметила чего-то прям вау. То есть, возможно, это было антиоксидантное, антивозрастное действие, там, все эти дела. Но если даже при такой вот миниатюре флоретина я видела огромную разницу буквально через несколько дней, то здесь, ну, пользовалась и пользовалась. Многие ее хвалят, но имея как бы сравнение с другими, я бы все-таки купила другую именно для своей кожи. А что выберете вы, это уж другой вопрос. И вот такие миниатюры, это на самом деле хороший вариант для того, чтобы разобраться, что конкретно подходит вам. Они сразу переплачивают за целый большой бутылек. Если найдете где-то, то, конечно же, выгоднее взять что-то по проблеме. Или, например, если вам не хватает увлажнения, восстановления, то берем вот такую небольшую баночку, и вам хватает для того, чтобы решить свою проблему, но при этом, чтобы средство потом не испортилось. Для очень сухой кожи у SkinCeuticals есть Intensifier, то есть это гиалуронка, там разные растительные экстракты. Это более вязкая такая сыворотка, более густая, с такими как бы гранулами внутри, которые растворяются на нашей коже. И вот это уже было прям ощутимо на лице. И я знаю, что многие используют эту сыворотку в качестве самостоятельного средства. То есть она не просто увлажняет эту сыворотку с эффектом крема, и для очень сухой кожи, для очень обезвоженной. Это самое то, и на нее также очень хорошо ложится макияж. И в качестве ночного ухода я тоже иногда поверх тоника наносила ее и ок. Утром не было так, что сахара, чего-то мне недонамазали вечером. То есть такое многофункциональное средство и сыворотка для такой кожи, как я сказала. И вот если бы нужно было выбирать, я бы взяла флоретин и вот такую Intensifier. Много раз нахваливала, и так оно и есть, это самая крутая штука от прыщей, которую придумало человечество. Особенно если вы что-то уже расковыряли, и у вас прям бугор на лице. Лепите на ночь, под низ можно нанести еще что-то с цинком, и утром воспаление проходит. Оно становится более спокойным. И, например, можно уже замаскировать каким-то корректором, и никто и не заметит ничего. Это хорошо держится, это не отлипает, это не бросается в глаза. Если вы смущаетесь, просто хотите замаскировать как-то не корректором, то чпок патч в течение дня, и все будет хорошо. Постоянно покупаю это Somme By Me. Гиалуроновая мицеллярная вода от марки Evelyn из линейки Face Mad. Для чувствительной кожи, удаляет макияж, увлажняет, ну как минимум она не пересушивает, и в самом деле хорошо удаляет макияж. Очень часто после съемки видео я оставляю глаза и убираю мицелляркой хотя бы такой самый большой слой косметики. Я для съемки иногда наношу что-то поплотнее, особенно когда есть что скрывать, еще зависит от того, на какую камеру я снимаю. Но, в общем, мицеллярная вода всегда у меня есть, просто на всякий случай. Или когда я крашу ресницы, очень часто пачкаю веки, а веки у меня больше сухие, поэтому не каждая мицеллярная вода мне подходит. Это хороша за копейки. Спонж от Beauty Blender, вот такой про, насколько я помню, черный. Вы знаете, когда-то я топила за Beauty Blender и говорила, что это уникальный спонж. Он по-прежнему хорош, но появились более бюджетные альтернативы. И сейчас я довольно редко покупаю Beauty Blender. Есть Ибра, что там, Шик. Вспоминаю, что представлено на российском рынке. Я думаю, что даже если постараться, то можно и на Алиэкспресс. Неплохие варианты найти. Я видела, что польские блогеры хвалят. Ну и вообще польские производители тоже могут предложить за несколько буквально долларов очень хорошие альтернативы. Поэтому даже со скидкой, к сожалению, уже не покупаю Beauty Blender. Аж немножечко обидно, потому что они были первооткрывателями. И как-то вот сейчас они уже, наверное, меньше продают своих спонжей. Хотя, кто знает. Скажите, вы еще тратитесь на Beauty Blender или уже удалось найти что-то подешевле? Фильтр для лица от бренда COSRX. Здесь вот только на стеночках, но уже ничего не выдавливается. Это увлажняющий фильтр с SPF 50, APA 3+. То есть действительно мощная защита. И с ним я никогда не сгорала. Просто сейчас довольно сложно его найти, поэтому ищу что-то другое. Но если где-то увидите и вам нужен не супер сушащий фильтр, а просто что-то такое универсальное или наоборот у вас суховатая кожа, то тоже можете взять. Если где-то будет еще со скидкой, то, конечно же, брать, брать, брать. Легкий, он хорошо распределяется, он хорошо как-то впитывается в кожу, не оставляет белесости. Много раз его советовала вам и до сих пор очень сильно люблю. Тоже из моей дорожной косметички FACLAR DUO+. И вы знаете, я сейчас, конечно, на всякий случай купила себе новый, но у меня такое впечатление, что у него немножко изменилась текстура. Она стала как бы чуть гуще, все еще гелевая, но чуть поплотнее. Может, не попался такой, но по сравнению со старым я вижу разницу именно в консистенции. А вот что касается действия, он все так же прекрасно справляется с прыщами. Вот когда уж не знаешь, чем намазаться, когда надоели все танцы с бубнами, то тогда FACLAR, если есть какой-то вулкан, то еще и патч приклеиваешь, и все хорошо. Но повторюсь, что эта вещь всегда будет в моей косметичке. Я думаю, что те, кто со мной на протяжении шести лет, заметили, что всегда в течение года я показываю как минимум одну пустую баночку FACLAR DUO, потому что для меня это настоящая магия. Не могу им пользоваться постоянно, но по нужде миллион раз меня спасал. Еще одна мицеллярная вода от бренда CERAV. Она хорошо убирает макияж, она не пересушивает, не жжет глаза. Это прям, знаете, проверенный вариант. Берешь в аптеке и все, еще и надолго хватает. Красивая упаковка. Не знаю, почему-то она не нравится. Такая слегка квадратная. Ну, CERAV в основном мне все подходит от них, так как в конце года я активно боролась с разными высыпаниями. И сейчас смелец снова отреагировала на вафельный торт. Вот нельзя мне перебарщивать со сладким. Это уже проверено, и иногда не могу себя сдержать. И то, то, то другое появляется, и потом страдаю. Поэтому много всего от прыщей. Закончилась у меня сыворотка от Mizon. На все лицо не советовала бы, потому что здесь есть спирт. То есть она немножко подсушивает. И также салициловая кислота. Но для точного применения вот такая штука. Честно говоря, вот если бы вы меня спросили, Оль, что лучше всего? Я бы взяла Maribodesk, Effaclar Duo и также Pachi. Все. То есть остальное вариации на тему. То или то, или то. Корейская аптечная косметика и так далее. Но это тоже работало. Это не раздражает. Вот если наносить локально, это как-то не сильно выжигает кожу, не сильно раздражает. В целом не понравилось. Пока что покупать не буду. Вернусь к Maribodesk. Вот. Два шампуня от Vichy. Один из них, это как всегда, но он у меня был очень-очень долго, еще с начала прошлого года, против перхоти. Но я его использую иногда, когда снова появляется зуд. Это происходит сейчас не часто, но периодически. На всякий случай тоже покупаю. Тоже, вы знаете, то без чего не хочется обойтись. И против перхоти он тоже хорошо работает. Не буду говорить, у кого у нашего родственника появилась перхоть. Он говорит, Оля, чем пользоваться, чтобы это убрать? Я отлила, немножечко, как говорит, что прошло за несколько раз. И да, хорошо промывает волосы, хорошо пенится. Шампунь, уплотняющий шампунь, это мне как-то присылали, для истонченных и ослабленных волос. Ну, как минимум, у меня кожа головы на него не реагировала, хорошо промывал волосы, и они смирно лежали. То есть, не наблюдалась чрезмерная какая-то сухость, чрезмерная жирность в течение последующих дней после помывки волос. Так что, да, шампунь хороший, нравился он мне, но, но, почему но? Наверное, когда-то увижу, куплю. Потому что сейчас для меня найти шампунь, который мне подходит, это то еще испытание, и я особо не экспериментирую. Это же, если вы постоянно смотрите меня, то видите, что у меня нет такого. Тут один шампунь, тут второй, у меня там на протяжении года максимум две разные бутылочки, и одна из них, это будет виши зеленая. Еще один блеск для губ, который подошел к концу, это Эвелайн. Написано, что это лип максимайзер, но он очень-очень легенько покалывает, то есть, это не как Диор, но мне нравится за то, как он выглядит на губах. У меня был четвертый оттенок. Розовый такой, но не поросячь розовый, не барби розовый, а такой довольно нейтральный, с легким-легким золотистым шиммером, который, в принципе, не заметен на губах, но благодаря вот этим светоотражающим частичкам губы смотрелись такими сочными, очень красивыми, и я, когда даже не знала, чем накраситься, брала этот блеск, и он очень хорошо еще увлажняет губы, я буду скучать, и обязательно куплю себе такой же оттенок, и все, обещаю себе найти какой-то новый, но не складывается. Подхожу, и каждый раз беру четвертый. Я вижу, что много где он распродан, особенно онлайн, на мейкапе, я думаю, что это вы постарались, спасибо за ваше доверие. Также у меня закончилось средство для умывания лица, это увлажняющий крем-гель от ЦРВ, я думаю, что вы знаете, что я о нем думаю, и это тоже один из моих главных фаворитов, в принципе, в уходе за кожей. Средство для умывания от ЦРВ, проверено многими людьми, которые, скажем так, разбираются в косметике, в составах, в правильном уходе. Я сейчас говорю о тех, например, косметологах, которые также вещают здесь на YouTube, которые пишут разные посты, и это не просто марка, которая была разработана дерматологами, это сейчас не реклама, я говорю чисто от себя, это то, что любят и покупатели, я знаю, как многие из вас приобрели средства от ЦРВ, как многие довольны, и я видела только положительные отзывы, и в основном, да, вот эта штука для сухой кожи или для жирной комбинированной, также не сужащей, они не жгут глаза, это не пенится. Еще раз повторюсь, для тех, кто любит, чтобы пенилось, чтобы чуть сильнее отмывало, берем такой, тоже там зеленая, вот эта надпись, но там такой, как бы цвет морской волны, больше что-то в этом духе, то есть это прям салатовый, больше оттачи чуть отличается, ну, конечно, на упаковке написано, но обязательно обратите больше внимания, для какого типа кожи, потому что они довольно похожи на полки. Еще одна пустая упаковка, из-под бронзера, это Make Up For Ever, оттенок S112, точнее, это даже был не совсем бронзер, а как бронзера-скульптора, два в одном, у него слегка такой холодноватый оттенок, но не слишком серый, то есть он немножечко придавал лицу оттенок загара, и также сразу создавал нужные тени. Мне очень нравилось это средство, оно не совсем пудровое, это опять же запеченный продукт, который очень хорошо наносился, просто он очень непривередливый в использовании, даже для новичков, для светленьких девочек, для визажистов, если вы красите других, если вы любите все такое, околонатуральное, то есть не перекраивать свое лицо, а только добавить что-то там чуть-чуть, это очень хорошая вещь, и вот он мне нравился, и Becca, это два моих самых любимых средства из люксового сегмента, и мне помешало бы, конечно, купить и один, и второй, не могу выбрать один из них, потому что они все-таки немножечко разные по своей текстуре, и этот, не могу сказать, прям матовый, то есть он не давал никакого блеска на лице, но все же в нем было что-то такое вот, что позволяло ему смотреться не меловым на коже, а максимально таким, как от природы, прям супер средство, вы знаете, что я тоже много раз его показывала, и в нанесении, и также много раз во всяких подборках, с люксом, с любимыми средствами, он появлялся, это о многом говорит, его на очень долго хватает, поэтому несмотря на стоимость, вот одного рефила, между прочим, палетки у Make Up For Ever довольно доступны по цене, поэтому можете купить, например, такой рефил, и в палетку вставить что-то из других брендов, потому что многое туда магнитится, и по сравнению с Inglot, это наносится гораздо проще, и оттенок здесь вот по-настоящему кайфовый. И самая последняя банка, это мой летний аромат, который я также не обозрела в последних пустых баночках в прошлом году, это Дептик Филосикас. Я им очень сильно болела, мне его прям надо было, хочу, не могу. Где я его нанюхала? Наверное, в каком-то дьюти-фри, что ли, не помню. В общем, это аромат, который пахнет инжиром. Вот, не просто фруктами инжира, а больше как листьями, очень травянистый, очень необычный. Мне такие ароматы нравятся, это для меня ароматы настроения, ароматы ассоциации, ароматы, которые связаны с какими-то воспоминаниями, с какими-то эмоциями. И для меня это отдых в Хорватии, потому что мы были несколько раз, даже, между прочим, в прошлом году, если вы помните, с влогов, мы были там в сезон вот этих вкуснейших, сочнейших, сладчайших инжиров, когда можно подойти, там, где можно, сорвать инжир и съесть его прямо с дерева. И тоже, когда очень сильная жара, то около дерева есть такой определенный аромат, который у меня тоже почему-то ассоциируется с этим флакончиком. При этом всем он пахнет не только травой, но еще и сладостью. Но это больше как не медовая сладость, вот инжир, это супер сладкий фрукт, а это больше как какая-то мякоть кокоса, что ли. Я не знаю, есть ли здесь кокос в составе или какое-то кокосовое молочко, что-то сливочно-кокосовое в нем есть. Но это настолько деликатно, что просто вот немножечко как бы смягчает этот травянистый аромат и делает его более таким интимным, что ли, не настолько холодным. И этот аромат не держится слишком долго, а стоит он недешево, поэтому я вам советую больше Элизабет Арден тоже с инжиром. Они очень сильно похожи, вот очень, максимально. И один и второй я люблю, но при том, что этот стоит прям супер дорого и держится не так долго, как мне хотелось бы, я отдаю предпочтение Элизабет Арден. В целом, этот аромат очень интересен, он уникален. Я бы с удовольствием купила свечу Диптик домой с такой отдушкой, еще раз повторюсь, называется Филосикос. Здесь нарисованы именно фрукты инжира. Мне также нравится Филосикос с розой, но вот роза как-то, не знаю, очень меня смущает, при том, что у них роза такая тоже довольно свежая, молодежная, не старомодная. Но вот все они очень свежие такие, вот которые ассоциируются со свежим бельем, вот что-то такое не похожее на других, это раз, а во-вторых, вот только для вас, не для того, чтобы все окружение знало, каким ароматом вы сегодня воспользовались, и что вот хотите весь мир зарядить этим настроением, это больше для того, что вот ты просыпаешься утром, надеваешь белую, разглаженную, чистую рубашку, она без желтого оттенка, она такая супер как новая вот и как точка над и, знаете, стильная бижутерия, простая укладка, нежный макияж, вот какая-то легкость, неперегруженность, возможно, джинсы, оверсайз, это не женский аромат, это аромат унисекс, именно поэтому у меня какие-то такие ассоциации, очень такой вот он легкий, но не легкомысленный, а больше как поляки говорят на луже, то есть вот налегке, аромат налегке, вы брызнулись, у вас вот этот летний заряд настроения, еще чуть-чуть здесь осталось, наверное, специально не допользовала прям максимально до конца, чтобы напомнить себе, но здесь уже все, совсем ничего нет, очень стильный флакончик, конечно, и очень с большим удовольствием, воодушевлением я его использовала до конца, немножечко даже экономила, вот, но хочу вам сказать, что есть подешевле нечто похожее, только для настроения, хотя, когда я уже о нем забывала, мне спрашивали, а чем он так вкусно пахнет, поэтому, возможно, вот только мне он подходил, да, я его на себе не ощущала, он не раздражает, и больше на теплое время года, Захар достал пианино, девочки, пора заканчивать, к сожалению, он немножечко приболел, у него болит горло, поэтому оставила его дома, так что лечимся, и пытаемся тоже снимать видео, чтобы не было простое на канале, буду благодарна вам за поддержку, пальчиком вверх, для вас это мелочь, и для меня очень большая поддержка, с вашей стороны, если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, если просто выпили утренний кофе, или после обеденный кофе в моей компании, была рада провести с вами это время, на этом мы с вами уже точно прощаемся, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.